Я Рожова Лидия Сергеевна. Со мной случилась беда два года назад. Я стала инвалидом первой группы по зрению, плюс являюсь ветераном труда федерального значения. И хочу обратить внимание на то, что как сложно в Саратове быть человеку в такой ситуации. Хотя я буквально знаю около себя и где я бывала все по кирпичику. Что у вас за адрес? Где вы живете? Какое это место? Мичурино-150-154. И вот смотрите, то есть это исторический центр Саратова. Мы не говорим ни о чем, об историческом центре Саратова и насколько здесь сложно. Вот ступеньки, по которым я иду, переходя Мичурино-Улицу. Но неужели на этих ступеньках нельзя сделать поручни? Далее, чтобы пройти на пешеходную зону, нужно пройти мимо дома по улице Комсомольской 20. Я вам покажу, как там можно пройти. Далее, попробуйте спуститься по 14 ступенькам на пешеходной зоне к Мичурино, к Чернышевской улице. И пройдите вот так вот, попробуйте, значит, до моего дома, значит, свернув, значит, на Чернышевской улице. Вы встретите на тротуаре и шиномонтаж. Машины стоят везде. Значит, князецкий взвоз. Машина стоит и параллельно, и перпендикулярно. Не пройдешь сюда нигде. Вот просто я хочу обратить на этот небольшой кусочек, как можно здесь пройти. Я хочу сказать вам одно. Как только сделали эту пешеходную зону, так, и вот эту вот по Волжской улице, значит, пройдя по ней, тогда не в таком состоянии, как сейчас, я сразу же позвонила администрацию Волжского района и сказала, что, говорю, а как же так? Здесь такие ступеньки, и у вас нет поручня. Это первое. Дальше, чтобы, значит, свернуть с Октябрьской улицы на Чернышевскую, я вам покажу, там у нас было всегда две ступеньки, чтобы сойти на Чернышевскую, на тротуар. Сейчас этого нет. Я все это озвучила. Мне сказали, хорошо, мы, значит, обратимся в проектный институт. Потом мне прислали даже письмо, где было написано, что они, значит, мои обращения, значит, отправили в проектный институт администрации Волжского района. Все, на этом и кончено. Дальше, о шиномонтаже. Это было, как сейчас помню, 10 ноября 2018 года. Значит, они там как раз, значит, я проходила там, и на меня колесо, значит, бортированное в ногу попадает. Они на тротуаре делают машину. Я там возмутилась все это, но это бестолку, пришла домой, позвонила в милицию, приехала милиция ко мне домой, допросили, составили протокол, и на этом все кончено. Я бы хотела обратиться, ну, в первую очередь, к администрации города Саратова, далее, к администрации Волжского района, коль это территория Волжского района. Вот, ну, и ко всем неравнодушным людям, я хочу сказать, знаете, сколько людей падает на этой вот, по этим 14 ступенькам? Хотите, смотрите, вот каждый день там можно смотреть. Обратите внимание, доступной среды нет в городе Саратове. Нет, вот для таких людей нет. Идешь и думаешь, ты сегодня придешь как, упавший или не упавший. Спасибо.